Новый раздел книги называется «Автомобили и водители». Дама в довольно помятом виде, с рулевым колесом от автомобиля в руках, возвращается домой. Муж сразу понял, дело неладно, разбила машину. Супруга виновата кивает головой, супруг начинает ее поносить и ругать самого себя за опрометчивое решение пользоваться машиной. Желая его как-то успокоить, супруга перевивает и хотя бы поинтересовался, что произошло с тем, с кем я столкнулась. А что с тем автомобилем? Это был не автомобиль, а корабль. Он затонул. На перекрестке на желтый свет столкнулись «КамАЗ» и «Москвич». Инспектор ГАИ спрашивает водителя «Москвича», что вы думали, когда ехали на желтый свет? Думал, что проскочу. А я думал, говорит водитель «КамАЗа», что хрен ты у меня проскочишь. Водитель пришел в себя после аварии и спрашивает «Где я?» Медсестра отвечает «Вы в 25-й. В палате или камере?» Это звонят из мастерской по ремонту автомобилей. Ваша жена приехала, чтобы отремонтировать машину, но мы не знаем, кто будет платить. Все понятно. За ремонт автомобиля заплачу я. Это хорошо, но нас больше интересует, кто будет платить за ремонт мастерской. Анри и Пьер мчатся в автомобиле, боясь опоздать на празднование юбилея отца. Подъезжают к железнодорожному переезду. «Ты смотри направо, а я налево», — говорит Анри. Через секунду раздается дикий грохот. Когда братья выбираются из-под обломков, Пьер говорит. «Надо было все-таки, чтобы кто-нибудь смотрел еще и вперед. Тогда бы мы заметили, что шлагбаум закрыт». Муж разрешил жене прокатиться за рулем легковой машины. Когда прошло несколько часов, он начал беспокоиться за ее судьбу и вышел на дорогу. «Послушайте», — спросил он проходящего мимо знакомого, — «вы не видели мою жену?» «Видел, видел», — ответил знакомый. «Вон там, на лесной опушке, она собирает какой-то металлолом». В толпе у храма однажды раздался громкий крик. «Братья, я снова могу ходить, я снова хожу». Кричащего окружила толпа. «Скажи, брат, как произошло это чудо?» «У меня украли машину!» «Вечером муж нервно рассказывает перед домом. Тревожусь о своей жене», — рассказывает он соседу. «А что с ней?» «С ней мой автомобиль». «Полицейский остановил машину и указал на превышение скорости. Я вынужден вас оштрафовать», — заявил он. «Но я шел со скоростью всего 60 километров», — начал оправдываться водитель. «Нет, у вас была скорость 90 километров». «Но я утверждаю», — заупрямился водитель, — «что не превышал разрешенной скорости». В этот момент дверца двери машины открылась, и жена водителя заметила. «Когда мой муж пьян, спорить с ним бесполезно». Беседуют две подруги. «Вчера я видела, как трубочист попал под грузовик». «Надо же, уже по крышам стали ездить». «Вывеска на двери авторемонтной мастерской. Проверка тормозов стоит 3 доллара, похороны — 300 долларов. Подумай и взвесь». Дорожно-транспортное происшествие на Кавказской дороге. Автоинспектор медленно составляет протокол, а один из пострадавших, которому оторвало палец, кричит. «Немедленно вызывайте скорую помощь, мне плохо!» Тот говорит. «Ну что орешь, дорогой? Погляди, человек совсем мертвый». А молчит. Садясь в первый раз за руль машины, жена говорит мужу, «Все хорошо, кроме зеркальца. Почему оно установлено неправильно? Я вижу в нем не себя, а какие-то машины, которые едут сзади». «Синьор, объясните, каким образом вы сбили этого пешехода? Я не сбивал его. Я остановился перед ним, чтобы дать ему пройти, а он упал в обморок». «На станции техобслуживания. Ну, в каком состоянии мой автомобиль? Пепельница и подголовник в полном порядке». Один пил и умер, другой не пил, тоже умер. Но они умерли не одновременно. Тот, который не пил, умер раньше, ибо он попал под автомобиль, за рулем которого сидел тот, который пил. Муж и жена в рассеянности стоят у дома. Сосед спрашивает, что случилось. Беда. «Ключи от гаража в квартире, ключи от квартиры в автомобиле, автомобиль в гараже». «Я нашел неполадку в вашей машине, мадам. Что же это, короткое замыкание? Ну так удлините его». «Флора, говорят, ты учишься водить машину. Каковы успехи, все в порядке». «Ездить, правда, я пока не научилась, но пешеходов уже ненавижу». «Скажи, почему твоя машина так оригинально выкрашена? Правая сторона синяя, а левая красная. Это специально, чтобы свидетели, в случае чего, давали противоречивые показания». Пьяный мужчина вместе с двумя друзьями на бешеной скорости несется по улицам города, у пассажиров не выдержали нервы, и они попросили водителя «Останови, мы выйдем». Водитель остановился, и когда они вышли, крикнул им вслед «Трусы! Мои ангелы-хранители не дадут мне попасть в аварию!» и рванул с места. Через несколько минут кто-то сзади похлопал его по плечу и сказал «Это мы, твои ангелы-хранители! Остановись, мы тоже выйдем!» Карл просто обожал свою машину, возился с ней все свободное время, забывая о доме, о семье. Но однажды испортился двигатель, и машину пришлось оставить в авторемонтной мастерской. Карл был в отчаянии от разлуки со своей любимицей, но жена утешила его «Не переживай так, в мастерской наверняка есть часы посещения». Автотурист из Центральной Европы попал на Мальту и удивляется, что автомобили здесь ездят как попало. На его расспросы полисмен отвечает «Не обращайте внимания! Есть страны, где ездят по левой стороне, есть и такие, где ездят по правой, а у нас очень жаркое солнце, поэтому мы всегда ездим по теневой». Автоинспектор указал жезлом мчавшемуся мотоциклисту, чтобы тот остановился. Мотоциклист резко затормозил и вылетел из седла, пролетев примерно десять метров. Приземлился на живот, вскочил и подбежал к регулировщику. «Что, я слишком быстро ехал?» «Нет», — отвечает автоинспектор, «вы слишком низко летели». Полицейский склонился над дамой, распростершейся на асфальте у тротуара, и спросил «Мадам, вам плохо вызвать скорую помощь?» «Нет, нет, спасибо. Я прекрасно чувствую себя, просто я заняла место, чтобы муж мог спокойно припарковать машину». «Сегодня вы делаете большие успехи», — говорит инструктор автошколы девушки. «Сегодня вы впервые обогнали грузовик с открытыми глазами». Милиционер останавливает автомобиль и кричит мужчине, который там находится, «Зачем дали управление машиной собаки?» «Извините, но это не моя собака. Я еду с пассажиром». Муж и жена толкают свою машину к ремонтной мастерской, муж говорит жене, тот тип, который продал нам эту машину, кое в чем был прав, а именно в том, что эта тачка почти совсем не расходует бензина. В продаже имеются автомобили весенне-летнего сезона со скидкой с девятого и других этажей. «Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость. Куда вы так спешите?» — спрашивает он у водителя. «Домой!» «Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задержался. Жена, наверное, волнуется, но ведь сейчас май на дворе, поэтому и спешу». Ночь. Едет таксист. Вдруг его останавливает старушка и просит подвезти ее на кладбище, говорит, что там похоронен ее муж. Таксисту становится жутко, он отказывается, говорит, что у него срочный заказ, захлопывает дверцу машины и трогается, набирает скорость 20 км в час, смотрит, старушка бежит за ним, набирает 40-60 км в час, а она не отстает, ему становится еще страшнее. Он набирает скорость 100 км в час, а старушка все бежит и бежит за машиной. Наконец он решает остановиться, тормозит, открывает дверцу машины и спрашивает «Бабушка, зачем вы за мной гонитесь?» Она отвечает «Сынок, ты мне юбку прищемил». На дороге произошла авария, приехала милиция. Из разбитой машины вылезают три пьяных мужика. Милиционер спрашивает «Кто сидел за рулем?» Один из них отвечает «Никто». Милиционер опять спрашивает «Кто сидел за рулем?» Пьяный отвечает «Да никто, мы все сидели на заднем сиденье. Какая самая тихая машина в мире? Запорожец!» Когда сидишь в нем, уши коленями зажаты. Милиционер спрашивает водителя в дым пьяного «Как вы могли сесть за руль в таком виде?» «Мне помогли товарищи». Как избежать штрафа на дороге? В приводнем случае, когда вы едете в своем автомобиле с женой. Вы проскакиваете на красный свет, звучит свисток. Потом полицейский требует ваши права. Тут же жена вступает в заранее отрепетированную роль. «Так ему и надо, господин офицер», — говорит она ледяным голосом, — «выпишите ему штраф. Я его предупреждала, но он не слушается, он никогда меня не слушается, пора его проучить. Чем больше она шумит, тем лучше. Нет такого полицейского в мире, который бы не возвратил вам права хотя бы из-за сочувствия, что вы женаты на такой змее». На обочине стоит москвич. Молодая женщина меняет колесо. Рядом останавливается другой автомобиль. Водитель, высунувшись в окно, галантно интересуется, не помочь ли ей? «Да, помогите, пожалуйста», — отвечает женщина. «Только прошу вас потише. В машине спит муж». Сталкиваются две автомашины. Разъяренный водитель первой машины бросается к владельцу второй. «Посмотрите, что вы наделали», — кричит он. «Вы разбили мои зубные протезы». «Ладно», — успокаивает его второй водитель. «Поройтесь в этой коробке». И он подает пострадавшему картонную коробку, в которой тот обнаруживает сотни зубных протезов. Порывшись в них, он находит подходящий, радостно восклицает. «Надо же, как повезло! Хорошо, что я столкнулся с донтистом». «Донтистом», — удивляется второй. «Я не донтист. Я могильщик». Новый русский едет на шикарном «Мерседесе». В глухом переулке у него спустило колесо. Он вышел и стал отвинчивать колесо, чтобы поменять. Вдруг из полуподвала вылезает пьяный бомж. Бомж, сокращенное название, «безместожительство», «человек безместожительства», «БМЖ». «Что, мужик, делаешь?» «Да вот колесо снимаю». Бомж подымает булыжник и разбивает лобовое стекло машины. Хозяин кричит возмущенно, «Ты что, сволочь, делаешь?» «Бомж, ну чего волнуешься? Тебе колесо, мне приемник». Женщины очень непоследовательно себя ведут во время дорожно-транспортных происшествий. Например, вчера одна дама сбила молодого человека, причем он отлетел бедняга метров на десять. «И что вы думаете, — сказала водительница, — когда приехал полицейский?» «Она обвинила этого парня в том, что он пытался самовольно покинуть место происшествия». «Правильнее будет так. И что вы думаете, — что сказала водительница, когда приехал полицейский?» «И далее она обвинила этого парня в том, что он пытался самовольно покинуть место происшествия». «Жена возвращается с автомобильной прогулки, очень взволнованная, ты знаешь, — говорит она мужу, — сегодня я встретила Алису». «Это твое дело, — отвечает муж, — меня это не интересует». «Нет так нет, но обе машины придется сдавать металлолом». «Жена сидит рядом с мужем, который ведет машину. Добавь газу, бер, обгони его, сбавь, не дури, сбавь, бер, прибавь еще, спокойно, спокойнее». «Сильный удар потряс машину и стало тихо. А теперь выйди и посмотри, что ты натворил». «Ваша жена хорошо водит машину. Когда дорога поворачивает одновременно с ней, это просто совпадение». Гаишник стоял на посту, никого не оштрафовал, представитель госавтоинспекции. Так простоял целый день, без толку. Пришел домой, злой, как собака, и говорит сыну, — а ну, покажи свой дневник. Сын бежит к матери, мама, что делать, там у меня две двойки. Ничего, сынок, неси дневник отцу, не бойся, и кладет в дневник десять тысяч рублей. Отец берет дневник, открывает, кладет купюру в карман, закрывает дневник и говорит, — слава богу, хоть дома все в порядке. Мчаясь со скоростью сто миль в час, водительница заметила, что ее настигает на мотоцикле дорожный полицейский, и прибавила скорость. Вскоре за ней увязались еще двое полицейских, а через некоторое время — еще пятеро. Тут, к счастью, показалась заправочная станция. Девица резко затормозила, выскочила из машины и помчалась в дамский туалет. Минут через пять, выходя оттуда, она увидела свою машину, окруженную семью полицейскими, явно ожидающими ее появления. Мило улыбнувшись, нарушительница проворковала. — Надеюсь, вам понятно, почему я так спешила? — Как вы думаете, почему на шоссе аварий больше, чем на железных дорогах? — По двум причинам. Во-первых, ни один паровоз не пытается обогнать другой. А во-вторых, видели ли вы когда-нибудь, чтобы машинист целовался на ходу с кочегаром? — Сто миль в час? — переспрашивает шотландец полицейского. — Да я ехал втрое медленнее. — Может быть, вы скажете, что вообще стояли на месте? — И скажу. — Да я практически стоял. — Тогда с вас пять фунтов штрафа. — За что? — За стоянку в неположенном месте. — В автомастерской. — Скажите, можно что-нибудь сделать с моим автомобилем? — спрашивает клиент. — Разумеется, — отвечает мастер. — Нужно только снять с него передний и задний бампер и вложить между ними новый автомобиль. Девушка вернулась с первого практического занятия в автошколе. Отец говорит ей, я видел, как ты лихо ехал по городу. Неужели этот седой господин ваш инструктор? — Седой? — Когда мы выезжали, он был брюнет. Перед тем, как завести мотор, таксист внимательно изучил ладонь пассажира. У вас длинная линия жизни. Мы можем ехать. Спустя некоторое время пассажир спрашивает, а при чем здесь моя линия жизни? У машины тормоза не работают. Автоинспектор остановил священника, который на своем автомобиле нарушил правила дорожного движения. Ваше Пресвященство вы нарушили. — Кажется, не... Хорошо, я не буду вас наказывать, если вы честно мне скажете, что сказать. Есть ли Бог? — Не знаю. — А рай? — Рая нет. — А ад есть? — И ада нет. — Почему? — Всю смолу взяли на асфальтные дороги, а вас, чертей, регулировщиками поставили. Поезжайте, батюшка. По горной дороге едут в автомобиле грузины русские. Им попадается дорожный знак, на котором изображены два яйца. А этот знак что обозначает? А эта дорога — раз-два яйца. Новый раздел книги называется «Солдатские анекдоты». Рядовой Иванов — я. Рядовой Петров — я. Рядовой Чукча — мой. Что, мой? Так точно? Что так точно? Ура! Командир взвода ставит задачу. Сейчас получите ломы и копайте яму два на два. Товарищ лейтенант, может лучше лопатами? Мне не надо лучше. Мне надо, чтобы вы замучились. Тренируются десантники. Задумчивый, Заика и Тарапыга. Летчик их проинструктировал, что когда они прыгнут, надо сочетать до трех и дернуть за кольцо. Задумчивый прыгнул и задумался. Почему до трех, а не до десяти? И разбился. Заика прыгнул, начал считать. Ар-р-р-р. Разбился. Тарапыга прыгнул. Раз, два, три. Черт, парашют забыл. Солдат повернул кружку вверх, но он подошел к прапорщику. Смотрите, какой стакан! Железный! А вверх запаян... Ух ты! Да тут еще и дна нет! Рядового грачика за нарушение присяги отправили в штрафбат. Находясь на посту, он крикнул приближающемуся противнику. «Ой, кто идет?» «Итак, вы проявили храбрость и шагнули вперед, когда капитан вызвал добровольцев?» «Ну, не совсем так. Остальные просто шагнули назад, а я не успел». Солдат обращается к старшине. «Товарищ старшина, можно я зайду в коптерку посмотреть телевизор?» «Можно?» «Только не включайте». «Ханс, у тебя есть какой-нибудь физический недостаток?» «Спросили у призывника на медкомиссии». «Да». «Меня тошнит от военной службы». «Хотите служить во флоте?» «А вы умеете плавать?» «Спрашивает новобранца». «Плавать?» «А разве у вас нет кораблей?» «Рядовой Петров, выйти из строя. Вы вчера опять напились. Если бы не пили, давно бы были сержантом». «Да плевать мне на сержанта. Я когда выпью, генералом себя чувствую». «На занятиях по тактике». «А теперь, товарищи солдаты, поднимите головы и посмотрите вверх. Прямо над вами полярная звезда. Товарищ сержант, шапки падают». «Понял». «Взвод!» «Два шага назад!» «Шагом!» «Арш!» «На утренней поверх!» «Иванов, я!» «Петров, я!» «Сидоров, Сидоров!» «Где Сидоров?» «Да здесь я!» «Еще бы! Куда ты с подводной лодки денешься?» «Агент ЦРУ докладывает начальству о наших воинских частях. Рассказал про пограничников, десантиков, моряков. А еще у русских войска есть стройбат. Эти вообще звери. Им даже автоматы не дают». «Поручик, вы когда-нибудь попадали в железнодорожную катастрофу?» «Бывалось...» «Ой, расскажите!» «Ехали мы в одном купе с генералом и его дочкой. Как вот, когда поезд заехал в тоннель, я трахнул вместо дочки самого генерала». «Война. Ночи на нашем военном аэродроме. Это ты зажег огни на взлетной полосе?» «Да!» «Идиот!» «Сейчас же немцы прилетят!» «Бомбить будут!» «О-о-о!» «Я-я!» Призывник заявляет в части, что он пацифист и присягу принимать не может. Офицер решил пойти к начальству посоветоваться. Через некоторое время возвращается и говорит. «Сказали, что хоть ты и педераст, но присягу принимать обязан». Полковник просыпается среди ночи и видит в своей постели супругу, занимающуюся любовью с поручиком Ржевским. «Поручик!» «Слышит полковник!» «Это что такое?» «Это сон!» «Отвечает Ржевский!» «Боже мой!» Вновь засыпая, вздыхает полковник. Третью неделю подряд. Один и тот же сон!» Матрос звонит домой радостно. «Мама! Я скоро вернусь!» «Почему, милый?» «А у нас крейсер украли!» Капитан инструктирует солдат. «Рядовой Рабинович, представьте, что вы оказались один на один с врагом. Какие шаги вы предпримете?» «Большие!» К пропускному пункту подходит пьяный солдат, а там сидит дежурный офицер, смотрит и думает. «Если сознается, что пьяный, пропущу, а если нет, на губу отправлю». Заходит солдат. «Доварищ капитан, разрешите пройти пьяному солдату!» «Разрешаю!» Солдат оборачивается и говорит, «Ребята, заноси!» В израильскую армию прибыл инспектирующий американец. Два генерала идут по территории воинской части. «Дисциплина у вас ни к черту не годится», — замечает американский генерал. «Только что мимо прошел рядовой и даже не поприветствовал вас». «Что вы говорите?» «Я ему сейчас устрою». Еврейский генерал догоняет солдата и дергает его за рукав. «Зямо, ты что, на меня обиделся?» Ротный спрашивает новобранцев во дворе около казармы, «Кто-нибудь из вас умеет варить?» «Я», — отвечает один, — «будешь поваром из два дня. Послушай, а тебе вообще-то приходилось варить в больших котлах?» «Да». «И что ж ты варил?» «Асфальт». Во время войны в США был объявлен конкурс на лучший анекдот длиной ровно в сто слов. Победил анекдот, который прислал один солдат. Рядовой немецкой армии Шульц со свойственным немцем остроумием подпилил доски в уборной. Итого одиннадцать слов. Остальные восемьдесят девять слов сказал ефрейтор Шпуньке, когда провалился вниз. Часовой окликнул человека, подходящего к базе. «Я майор Джонс», — сказал тот. «Просите, сэр, я не могу вас пропустить без спецпропуска. Не валяй, дурака. Ты же отлично меня знаешь. Пропусти. Часовой был непоколевим. К сожалению, сэр, я не имею права. Из караульного помещения раздается голос. «Ты что, всю ночь будешь с ним прибираться?» «Пристрели его, и дело с концом!» Полковник на докладе у генерала. «За прошедший год уменьшились правонарушения. Повысилась дисциплина. Дверь открывается. В нее просовывается голова рядового. Слышь, полковник, я твою машину до вечера возьму. Вот видите, товарищ генерал. А в прошлом году он и не спрашивал бы. Война. Радист передает донесение. Ваше приказание выполнено. От города не осталось ничего. Передаю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Повторяю. Ни-че-ло. Заходит как-то прапорщик в комнату отдыха, видит боец, стоит возле аквариума и смотрит на рыбок. «Что вы тут делаете, товарищ солдат?» «Изучаю влияние высшего разума на ниши, товарищ прапорщик. Я глазами поведу вправо, рыбки плывут вправо. Поведу влево, рыбки плывут влево. Идите отсюда, товарищ солдат, почитайте лучше газету». Боец ушел. До окончания личного времени осталось пять минут, и он решил снова зайти в комнату отдыха. А там стоит перед аквариумом прапорщик и монотонно открывает и закрывает рот. «Дышит как рыба». Целый час капитан вел занятия на тему долг солдата, затем решил проверить результаты. «Рядовой Мерфи, почему американский солдат должен быть готовым умереть за свою страну?» Солдат, почесав затылок, потерся с переносицу, нахмурил брови и ответил «Так точно, мой капитан, вы правы. Почему он должен умирать за свою страну?» Молодой солдат, испугавшись ночной атаки против противника, бросился в тыл. Через некоторое время он встретил кого-то в военной форме. «Прошу прощения, господин лейтенант». «Я не лейтенант». «Прошу прощения, господин капитан». «Я не капитан». «Прошу прощения, господин полковник». «Я не полковник, я генерал». «Неужели я так далеко убежал?» Послали трех солдат в немецкий тыл за языком. Только стали перевязать через колючую проволоку, загремели, зазвенели сигналы, немец спрашивает «Кто там?» Первый солдат в ответ «Мяу». Немец, фу, черт, напугал. Что-то русские кошки повадились к нам бегать. Второй солдат тоже задел проволоку, немец снова «Кто там?» «Мяу». И только третий все испортил. Когда немец крикнул «Кто там?» Он ответил «Третья кошка». Приехал генерал инспектировать часть, которой когда-то командовал. Самая безобразная часть была. Смотрит, все сияет, солдаты подтянуты, а мундирование отглажено. Зашли в кабинет командира. Шара. Генерал расстегнул мундир, развалился в кресле. «Как это тебе удается, командир?» «Да это у меня старшина, товарищ генерал. Позови». Бегает старшина, руку к козырьку. «Товарищ генерал, застегнись!» «Генерал, старшина, застегнись!» Командир подскакивает генералу. «Товарищ генерал, застегнитесь, пожалуйста. Он третий раз не повторяет». Грузин получает из армии от сына письмо. «Здравствуй, отец! Очень прошу тебя, продай мой мотоцикл, купи свинью и назови ее старшина Петренко. Я приеду, зарежу!» Вызывает прапорщик солдата к себе и спрашивает. «Что это Коноплев? У тебя фамилия такая наркотическая. Да я и сам не знаю, Гашиш Марихуанович!» Сын пишет письмо из армии. «Дорогие родители, я не могу написать, где я служу, но вчера я подстрелил белого медведя». Через месяц еще письмо. «Дорогие родители, я не могу написать, где служу, но вчера в клубе я танцевал с щукотской девушкой». «Еще через месяц, дорогие родители, вчера доктор сказал мне, что лучше бы я танцевал с белым медведем и подстрелил девушку». «Три заповеди солдата, сон в любом положении, звериный аппетит, ненависть к труду». «У солдата праздник, все равно, что у лошади день рождения хозяина». «Ты у меня смотри, я где нормальный, а где беспощаден?» «Здесь вы там найдете». «Я не понимаю, товарищ курсант, сколько можно пить?» «Ну, выпил одну, выпил другую, ну литр, ну два, ну зачем же напиваться?» «Я вас не спрашиваю, где вы были, я спрашиваю, откуда вы идете?» «Здесь вам не Англия, копать надо глубже». «Товарищи курсанты, я к вам направлен из войск, а в войсках дураков не держат». Шагая по плацу, командир кричит взводу «Шевешак, почему зад не поет?» Следующий раздел совсем уж с прозаическим названием «Выпил рюмку, выпил две». «Мужик приходит к врачу, доктор, у меня болят почки». «Аде колон пьете?» «Пробовал, не помогает». «Рыбак звонит другу, трубку снимает его сын. Вовочка спросил папы, он поедет на рыбалку?» «Нет, ему мама разрешила дома пить». В разрытую на кладбище могилу упал пьяный и уснул. Ночью мимо шел другой пьяный. Услышав стон, подошел к могиле. «Что, холодно?» «Ага», — доносится снизу. «А что тогда раскопался?» «Авария!» Подъехавший автоинспектор спрашивает у нетрезвого водителя. «Да как же вы в таком состоянии смогли сесть за руль?» «Товарищи помогли». «Зима!» Один приятель зовет другого на подледный лов. «Не поеду», — говорит тот. «Холодно, тяжело и вообще трудно. Не поеду». «Да чего ж тут трудного? Наливай и пей!» Пьяный возвращается домой, упал в лужу. К нему подбегает собака и начинает облизывать его. «И не просите и не целуйте! За стол больше не сяду!» «Мой муж теперь работает на пивзаводе. Ему там нравится? Не знаю. С тех пор, как он там устроился, дома еще не появлялся». «Я пью всего две рюмки. Одну первую и несколько вторых». Пьяный на вокзале обнимает столб. На столбе громкоговоритель вещает. «Поезд на Ленинград отправляется в семнадцать часов двадцать минут с первого пути пятой платформы». «А ну, дура, повтори еще раз». «Повторяю». Пьяный стоит на углу и исправляет малую нужду. Подходит милиционеру брать и прекратить. Отошел. Пьяный смеется. Товарищ его спрашивает. «Ты чего смеешься?» «А я его обманул. Убрать убрал, а прекратить не прекратил». «Петя, мама весь день лежит в постели. Она что, болеет?» «Нет, просто боится, что папа пропьет кровать». «Если вы утром открыли глаза с похмелья и вам явилась Марианна, значит, телевизор вы еще не пропили». Сидят алкаши, распивают на троих. Один говорит, «Ребят, я больше не буду пить. По статистике каждый четвертый алкоголик умирает. А ты чего волнуешься? Нас же трое». «Эх, если бы вернуть все эти деньги, которые я пропил за всю свою жизнь, и что бы ты с ними сделал?» «Так что, пропил бы?» Дяд в баре два мужика. Один пьет пиво, второй смотрит на него и говорит, «Вот если бы у меня было пиво, я бы с тобой поделился». А первый, допивая пиво, отвечает, «Да, жаль, что у тебя нет пива». «Был сегодня в нашей компании конкурс. Кто больше выпьет, — говорит муж жене. И кто же занял второе место?» «Встретились два загадочных друга. Разговорились. Один спрашивает, «Бывает ли плохая водка?» «Нет, водка бывает или хорошая, или очень хорошая. А бывает ли плохая женщина?» «Нет, бывает мало водки». Мужик приходит на работу с перевязанной рукой. Приятель спрашивает его, «Что случилось?» «Только между нами выпил вчера крепко. И что, подрался?» «Да нет, за закуской полез в мышеловку». «Жена мужу где-то был. С другом в шахматы играл. А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем от меня должно пахнуть?» «Шахматами». Приходит муж домой пьяный, ударяет кулаком по столу. «Жена, свари картошки!» Жена робко отвечает, «Картошка вся!» «Вот все и свари!» В пивную пришел посетитель и заказал четыре рюмки рома. Когда выпил, заказал еще три, потом еще две, потом еще одну. Падая под стол, пожаловался официантке, «Какой странный у меня организм! Чем меньше пью, тем не хуже!» Идет человек мимо бара, а внутренний голос ему говорит «Зайдешь!» Человек стиснул зубы и мимо, а внутренний голос «Ты как хочешь, а я пошел!» Одна женщина дала брачное объявление. Откликнулся мужчина, который характеризовал себя так «Трудолюбивый, скромный, выпивая только по праздникам и после бани». Обрадовалась женщина, поженились. Утром он ее спрашивает «Жена, у нас сегодня праздник?» «Нет, дорогой, ну тогда собирай белье, я в баню пошел». Засели двое и пьют, то со здоровья родных одного, то со здоровья родных другого. Допили из-за того, что и пить уже незакого. Тогда один из них говорит «Выпьем, за то, чтобы наши дети поезда не боялись!» Зашел мужик в ресторан, выпил два раза по сто граммов и обращается к музыкантам. «Сыграйте мне о погибшем урожае!» «Такую песню не знаем, ты нам хоть два слова напой!» «Яблоки на снегу!» «Давай купим себе шнурки для ботинок!» «А зачем?» «Обмоем!» Пьяный муж пришел домой. Долго пытался открыть дверь ключом, да так и заснул снаружи, оставив ключ в замке. Утром жена собирается на работу, не может открыть дверь и стучит. Муж не открывая глаз. «Кто там?» «Это я, твоя жена!» «Иди туда, стерва, где всю ночь шаталась!» «Не выщу!» Гость, большой любитель выпить, в восемь часов вечера начинает прощаться с семьей хозяина. «До свидания, Елена!» «До свидания, Анечка!» «До свидания, Карел!» «Как?» «Вы уже уходите?» «Нет!» «Ну, я хочу проститься со всеми, пока еще различаю лица!» «Два крепко поддавших приятеля сидят в вокзальном ресторане, не знаешь, который час спрашивает один?» «Знаю!» «Спасибо!» «Чем больше я пью, тем больше у меня трясутся руки, чем больше у меня трясутся руки, чем больше я проливаю, чем больше я проливаю, тем меньше я пью!» «Таким образом, чем больше я пью, тем меньше я пью!» «Когда я пришел в последний раз домой выпивши, дети меня не узнали. А когда протрезвел?» «Когда протрезвел, понял, что попал в чужую квартиру!» «Придет домой муж пьяный, жена его тут же в вытрезвитель сдавала!» «Ладно, — думает он, — отомщу!» «Ставит на плиту кастрюлю с гвоздями, воды налил!» «Ты, жена, помешивай, а я к соседу за молотком схожу!» «Выбегает на улицу и звонит из автомата. Алло, психбольница, приезжайте скорее!» «Жена с ума сошла!» «Гвозди варит!» «Два друга выпивают, один говорит, у меня жена шлюха!» «Другой, к чему?» «Представляешь, еду из отпуска, телеграмму выслал, приезжаю, она с любовником!» «Серез некоторое время он очень задумчиво добавляет, а может, и не шлюха, может, просто телеграмму не получила!» «Идет соревнование по выпивке, участвуют трое. Дядя Вася, американец и француз. Первым пьет американец, он пьет виски стаканами, пять, двадцать, согнулся. Пока рабочий разгибает американца, наш дядя Вася балуется красненьким. Затем пьет француз, он пьет коньяк, рюмочками десять, тридцать, согнулся. «Пока рабочий разгибает француза, наш дядя Вася балуется красненьким. Последним пьет всем известный дядя Вася, он пьет спирт черпаками, двадцать, пятьдесят, сто, согнулся. Пока рабочий разгибает черпак, наш дядя Вася балуется красненьким. Идут пьяные Арнольд и Брюс Ли. Брюс говорит, Арнольд, вон на земле железный доллар, возьми его на память. Утром Арнольд просыпается, жена ему говорит, опять вчера с этим узкоглазым пил. А ты как узнала? Да опять домой канализационный люк притащил. Просыпаются два алкаша с похмелья. Один пытается наколоть вилкой огурец трехлитровой банки. Руки дрожат, огурец выскальзывает, ничего не получается. Другой долго смотрит на эти манипуляции и, не выдерживая, говорит, смотри, как это делается. Берет вилку и накалывает ею огурец. Второй хмыкнул. Фиг бы ты его наколол, если бы я его не замучил. Идет пьяный по кладбищу, вдруг видит какое-то красное пятно, удивился пьяный и спрашивает, ты кто? Я пьяная пугала. Идет дальше, смотрит желтое пятно. Ты кто? Я желтое пугало. Идет, видит серое пятно. А-а-а, знаю я кто ты. Ты серое пугало. Гражданин, пройдемте. Приходит муж домой, пьяный в стельку, стоит возле двери и покачивается, а жена его, ну, ругать, упрекать, выговаривать. Муж ни слова. С трудом молча дошел до стола и сел. А жена ему и проклятый окаянный дурак, и осел. Вдруг муж медленно протягивает руку жене. Она. Не хочу с тобой мириться, дурак, че руку тянешь? Муж руки не опускает. Слушал, слушал, с трудом, не опуская руки, произносит. На, скрути фигу. Сама. Сидит пьяный мужик на скамейке и ругается матом. К нему подходит мент, милиционер. Ты че ругаешься? А ты сядь со мной рядом, еще не так заругаешься. Милиционер сел рядом, посидел минуту три, но вот видишь, не ругаясь. А, скамейка-то покрашена. Ох, мать! Звонит парень другу. Слушай, я к тебе с двумя девушками приду. Одна моя, вторая тебе. Правда, она страшная. Ну, ничего, выпьешь, красавицей покажется. Ладно. Пришли они к нему. Открывает он дверь. Увидел подружку. Не-е-е. Я столько не выпью. В автобусе мужчина обращается к мальчику. Уступи место дяденьке с аквариумом. Мальчик уступает. А где же аквариум? Мужчина похлопывает себя по животу. Пять литров пива и две рыбы. Собрались трое алкашей выпить, а закусить нет ничего. Один говорит, пошли, у меня дома есть гидроколбаса. Согласны? Согласны. Вот зашли, один выпил и говорит, а закусить? Хозяин открыл кран с водой и говорит, подавая второму нож. Нарезай! Мужик с большого бодуна, в переводе на обыкновенный язык, после большой выпивки, выходит утром на улицу, смотрит. Мать честная, деревья стоят голые, травы нет, птички не поют, собаки не лают, кругом не души. Вдруг видит, на углу стоит другой мужик, пьет из горлышка, подходит к нему. Как вы можете пить, когда вокруг ничего нет? Так зима ведь. Мужик мучается с похмелья, нужно выпить, а ничего нет, душа горит. Ну и решил он ускоренным методом изготовить брагу. Съел дрожжей, полпачки сахара, выпил чайник воды и прижался животом к батарее. Через некоторое время жена слышит, что на кухне что-то бабахнуло. Вась, что там у тебя, крышку сорвало? Не, Маш, дно пробило. В вытрезвителе раздается звонок, пьяный голос спрашивает. Иванов сегодня к вам поступал? Петр Иванович? Он самый. Дежурный листает журнал. Странно, знаете, его сегодня нет. И не будет. Я сегодня дома бухаю. Продолжение следует...